Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я, Ольга Матвей. Сегодня мы будем готовить вареники с мясом. Это очень вкусное блюдо, но рецепт теста сегодня будет необычный. Сегодня я покажу, как я делаю дома заварное тесто для вареников. Делается оно, в принципе, просто. Расскажу несколько секретов в приготовлении такого теста, в пропорциях. Ну хорошо, начинаем, потому что вкусно готовлю сегодня об этом. На моем канале множество вариантов вареников, и сладких, и не сладких, с разными видами теста. Под видео ссылки, и в конце видео будут такие же окна, можно кликнуть и перейти. Нам понадобится 300 миллилитров воды, пол килограмма обычной муки, 2 столовые ложки растительного масла и чайная ложка соли. Соль, чайную ложечку соли без горки, я добавляю в воду. И ставлю воду на огонь, вода должна закипеть. Муку отправляем в мисочку, где будем замешивать тесто. Сюда в муку я наливаю подсолнечное масло. Вот так. И перемешиваю. Вода закипела. Я ее ставлю ближе сюда к муке. И теперь смотрите, что я буду делать. В чем разница между заварным тестом и тестом, которое мы делаем вообще для вареников. Во-первых, понятно, что кипяток я буду наливать в муку. Во-вторых, обычно муку мы добавляем в воду и таким образом замешиваем тесто. Здесь сделаем по-другому. Мы берем кипяток, наливаем в муку и замешиваем. Причем наливайте кипяток вот так вот частями, по одному или два половника, чтобы не переборщить. У всех мука будет разная. Смотрите, видите, тесто сразу схватывается. И если вы вылейте всю воду в муку, вам может не хватить муки, придется досыпать. А если вы будете частями добавлять, то, возможно, вся вода у вас и не уйдет. Таким образом, по чуть-чуть доливаем. Я добавила всю воду. Основная часть муки у меня впиталась. Видите, уже видно, что что-то похожее на тесто. Теперь, посмотрите, есть и мука, вы видите, и начинает замешиваться тесто. Вот так должно быть у вас. Если у вас, предположим, мука другая и тесто более мокрее, ничего страшного, просто придется добавить муки. Так, теперь высыпаем это все на стол. Теперь из этого всего формируем тесто. Сначала я вот так вот вмешиваю до конца всю муку. Посмотрите, сразу тесто формируется моментально. Оно, можно сказать, горячее, потому что кипяток наливали. Если вот так, как у меня липнет немножко к рукам, ничего страшного. Собираем это все до купы. Так, значит, смотрите, все начинает замешиваться. И все крошки, которые есть на столе, я вот так вот по кругу вмешиваю в тесто. Оно очень приятно так вымешивается. Ну, мне очень нравится. Теплое, такое, знаете, нежное, однородное. Значит, единственное, что видите, больше ни муки, ничего я не добавляю. И все, что было на руках, посмотрите, все вмешалось в тесто, ничего больше не липнет. Заварное тесто делать легко. Если, возможно, у вас когда-то не получалось, делайте вот по моему рецепту, у вас получится. Так, теперь вот это вот не конец приготовления теста. Чтобы тесто было очень эластичным, минут 5-7, его нужно без ничего просто вот так вымешивать на столе на одном месте. Чем дольше вы его будете вымешивать, тем оно будет однородней, и месить его, так сказать, легче, как на мой взгляд, потому что оно такое эластичное, ну вот как пластилин, даже мягче, чем пластилин. Так, посмотрите, я уже закончила, теперь берем пакет или пищевую пленку. Тесто убираем в холодильник на полчаса или час, минимум на полчаса. Плюс этого теста в том, что его можно замораживать. Вы можете сделать его заранее, заморозить, а потом делать из него вареники, когда уже у вас будет время. Ну хорошо, убираем в холодильник и будем готовить начинку. Мясо вы можете использовать совершенно любое. Лучше всего, когда в мясе обязательно есть кусочек свинины, тогда они получаются сочнее. Возьмите напополам, предположим, говядину и свинину, но у меня сегодня только лопатка свиная. Значит, в кастрюльку мы отправляем кусочек мяса, вот так, солим это все дело. Добавляем лавровый лист и смесь перцев и варим. Режем лук. Лука в этом рецепте идет много, но лук идет весь в мясо. То есть, фактически, отдельную зажарку я делать не буду. Посмотрите, сколько лука у меня получилось. Сейчас я сюда долью масло и обжариваем его золотистого цвета. Мясо сварилось. Я разрезала потом на кусочки, чтобы оно быстрее просто варилось. Сейчас оно немного остынет и его нужно будет перекрутить либо на мясорубке, либо на блендере. Воду, в которой варилось мясо, не выливайте. Мы будем варить в ней вареники. Зажаренный лук отправляем уже в готовый, сделанный фарш. Если у вас есть такая возможность, лучше всего фарш делать на мясорубке. Тогда он будет сочнее, его структура совершенно отличается от того, как делает блендер. Поэтому, если у вас есть мясорубка, сделайте на ней. Совсем забыла, одну ложку зажарки откладываем для того, чтобы перемешать вареники. Добавляем немного перца. Ой, что-то я уже много добавила. Перемешать и попробуйте все на соль. Возможно, вы чуть-чуть водичку не досолили, то можно досолить уже сейчас готовый фарш. Но я пробовала воду, меня устраивает по соли, чтобы добавлять больше не буду. Пока приготовили начинку, уже прошло полчаса где-то. Теперь вынимаем тесто, разворачиваем ее и его нужно обмять еще раз. Тесто не липнет ни к рукам, ни к столу, поэтому я работаю без муки. Если у вас липнет к столу, потому что, видите, у меня такой силиконовый коврик, к нему вообще ничего никогда не липнет, то лучше присыпьте стол мукой. Делим тесто на две части, так удобней. И одну часть теста раскатываем. Я делаю вареники вот такими вырубками, ими очень удобно. Здесь диаметр у меня приблизительно 9 см почти. Когда тесто вырезаешь, оно немножечко съеживается потом. Как раз получается где-то 8 см в диаметре. Теперь закладываем начинку. Я беру где-то чайную ложку, полную вот такую. И в серединку закладываю начинку. Поднимаем заготовку на руку. Залепливать можно совершенно любым способом. Один из вариантов, сначала вот эти вот края вот так между собой защипить. Между ними не должна попасть начинка. Теперь поднимаем, кладем вот так на руку. Вот видите, вот так вот прижимаем начинку и соединяем край. Просто вот так залепите, чтобы она не выпадала. Если начинка попадет на край теста, вареник может развариться или плохо залепиться. Несколько вариантов, как можно залепить края. Первый вариант. Берем муку. Вот видите, у меня здесь немного муки. Указательный и большой палец вот так вот немножко в муку. Берем край теста и скатываем его одним пальчиком об другой. Смотрите, только должны быть руки в муке. Тогда получается вот такой красивый, бархатистый край. Такой красивый получается вареник. Главное, не сдавливайте вареник посередине руками, чтобы он не был плоским. На досточку немножко муки, чтобы вареники не прилипли. Я делаю вот так. По желанию вареники можно заморозить. Возьмите небольшую досточку, которая помещается в холодильник. Немножко вот так вот делаем, как подковкой. И складываем. И я буду варить в воде, в которой я не буду готов. Немножечко ее подсолю, потому что в прошлый раз мясо потянуло на себя соль и явно чуть-чуть нужно досолить. Теперь делаем приблизительно среднюю температуру и кидаем вареники. Вареники, которые только сделаны, готовятся очень быстро. Как только вареники вы закинете, вода перестанет кипеть. Посмотрите, как у меня. Ждем, чтобы вода закипела. Пока ждем вареники, подготовим, так сказать, как их подавать. Я такой вариант вареников подаю зеленым луком. Использую я только вот эту зеленую часть, а вы можете использовать весь лук. Вот такого зажаренного, буквально 1-2 столовые ложки, чтобы перемешать вареники. А подавать я буду вместе со сметаной и зеленым луком. После того, как вода закипела, вареники варятся от 5 до 8 минут, не больше. Если вы хотите заморозить вареники, делайте вареники, укладывайте на досточку, присыпанную мукой. Отправляйте это все в морозилку. Когда все вареники замерзнут, каждый вареник отдельно берем, складываем в пакет. И вариться такие вареники будут чуть дольше, чем те, которые приготовлены сразу. Готовые вареники. Вот я засекаю ровно 8 или 9 минут после закипания. Обязательно без воды берите шумовку. Смотрите, ни один вареник у меня не разварился. Эластичное тесто, оно не толстое получается, и ни один вареник у вас не разварится. Даже если вы будете делать с вишнями, знаете, с вишнями вареники внутри добавляют сахар, и может вареник поплыть. В этом тесте у вас точно ничего не разварится. Хотя у меня есть рецепты теста с вишней вареники, тоже очень хорошо, специально под вишню. Но в этом варианте как-то нейтрально получается. Так, хорошо. Вот все вареники. Я чуть-чуть совсем здесь сварила, чтобы вам показать. Отправляем сюда немного зажарки. Берем пищевую пленку. Просто с пищевой пленкой удобнее всего. Если у вас круглая, например, мисочка, в которой вы выкладывали вареники, то можете сделать это крышкой, предположим, или тарелкой. У меня такая квадратная, поэтому я беру пищевую пленку. Так удобней. Теперь мешаем вареники вот так. Если вы будете мешать ложкой, то вы можете поломать вареники. Таким образом они все будут в масле, все будут в зажарке и не поломаются. Подаем со сметаной и зеленым луком. У нас получились вот такие вареники с мясом. Сейчас хочу их попробовать и писать, какие они на вкус. Показать вам, какие в разрезе, какое тесто. Сейчас хочу разрезать, чтобы вы посмотрели, какое тесто внутри, как вообще внутри получился вареник. Посмотрите, тесто тоненькое, начинки много. В сметану с луком и ем. Не выдержала, съела уже 2 вареника, пока мы тут снимали. Очень вкусно. Тесто нейтральное, тонкое, легкое. В нем нет яиц, ничего нет. Фактически вода, соль, мука. Все. Очень вкусно со сметаной. Мало я делаю зажарки на такие вареники, потому что внутри в мясе много зажарки. Получается очень гармонично, вкусно и очень пикантно с зеленым луком. Обязательно приготовьте. Приятного аппетита! Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Пока!